всем привет сегодня хочу с вами поделиться информацией о магазине sima land о котором я узнала от лены малышевой за что и большое спасибо вчера я получила посылку с отечественной глиной артефакт из этого магазина и покажу вам как глину так и расскажу немножко о магазине может быть это вас заинтересует прежде всего хочу сказать что в этом магазине очень низкие цены на глину ценник ниже практически в два раза от тех магазинов где обычно затариваюсь и очень большой ассортимент отечественной глины вот краткий обзор тех глин которые я купила конечно же белого цвета никогда не бывает много поэтому я взяла два бруска больших белого цвета этот белый цвет укрывной его я редко использую в чистом виде не вместе практически всегда я использую нейтральный я их смешиваю и получаю некий эффект фарфоровой глины поэтому нейтрального цвета как вы видите я взяла очень много его смешиваю не только с белым но и с остальными цветами кроме того я взяла черный укрывной он у меня используется реже главным образом для того чтобы затемнить какой-то цвет или снизить яркость цвета если это нужно для пробы взяла блок телесного цвета посмотрю что с ним можно делать он в общем-то используется для кукол но у него такой приятный розовато-бежевый цвет что я думаю что его можно использовать также и в афлористике это основная палитра больших блоков остальные цвета я взяла блоками поменьше и сразу представлю вам серию шифон вот в данном случае я держу лазуревый цвет камера немножко искажает цвет поэтому я представляю также вам фотографию на которой цвет отображен максимально точно следующая глина называется весенний бутон серия шифон представлена глиной которая имеет такой легкий полупрозрачный эффект и в цветах такая глина превосходно смотрится вот этот цвет называется лесная фиалка тоже очень нежный и подходит для колокольчиков либо каких-то ли других лесных цветов далее у меня глина называется альпийский лед очень приятный небесный цвет вот эти брусочки глины под названием персиковое дерево мне до сих пор хочется съесть настолько они нежные и удивительные по цвету а также бесконечно нежные по цвету и вот такие брусочки называется нежный розовый цвет я передать словами не могу насколько нежный вот насколько деликатные цветы вот из такой глины такие цвета даже жалко забивать каким-то тоном далее из шифона я приобрела так называемый липовый мед это очень очень нежный желтый цвет такой вот цвет мимозы обязательно из него что-нибудь сделаю будет очень красиво следующий цвет называется зеленое яблоко в чистом виде у меня пока еще нет идей как его использовать но с дополнительной тонировкой я думаю что этот цвет заиграет это глина которая была представлена серии шифон теперь перехожу к классической линии и первый цвет это желтый укрывной цвет в чистом виде он не так часто нужен но в качестве дополнения он идет у меня следующий цвет это классический фиолетовый очень насыщенный очень сочный цвет а я обязательно буду его использовать в одном из уроков следующий цвет пурпурный как видите все цвета очень насыщенные и это очень здорово далее у меня идет классический ультрамариновый цвет это такой глубокий глубокий синий переходящий в ночной очень интересный цвет конечно же я заказала классический алый красный цвет у меня идет как и в чистом виде так и в сочетании с другими цветами именно поэтому красный входит в линейку основных цветов вот эти два брусочка называются горное озеро очень такой нежный небесный цвет чем-то напоминает шифоновый альпийский лед но более укрывной конечно же практически всегда у меня используется зеленый цвет поэтому я набрала зеленого травяного цвета какой-то в процессе работы я буду высветлять какой-то затемнять но базовый зеленый травяной я его закупаю в достаточном количестве также мне в работе нужен шоколадный цвет в чистом виде он у меня не идет но я его добавляю к зеленому или красному и тем самым немножко изменяют цвет либо в насыщенный травяной либо бордовый если вопрос касается красного цвета также я купила синий цвет классический синий обязательно пригодится особенно если фиолетовый заканчивается я его смешиваю с красным и получаю фиолетовый также делаю с другими цветами с первого взгляда я была влюблена в вишневый цвет поэтому в этот раз я его закупила предостаточно раньше я вишневого добивалась смешением главным образом красного и коричневого но вариант покупки вишневого цвета упростил мою задачу также я приобрела оранжевую глину через видеокамеру она выглядит очень насыщенно ее реальный цвет на фотографии тоже пригодится особенно если будет вопрос касаться изготовления цитрусовых и ну чего-то подобного ради эксперимента приобрела интересный натуральный посмотрю что с ним можно будет сделать очень интересный цвет такой кремово-бежевый думаю что он мне понадобится приобрела два брусочка голубого топаза от всех ранее представленных голубых он отличается не только оттенком но он такой более плотноватый по укрывистости посмотрим что с ним можно сделать также я купила телесный светлый сущности это тот же телесный только но с добавлением белого цвета как видите разница немножко присутствует ну исключительно в оттенке маленький брусочек больше напоминает вот большой брусок телесного ну поработаем посмотрим я думаю получится очень интересный эффект также я приобрела цвет который называется классический персидская сирень он стоит в линейке пурпурно-сиреневых оттенков вот я его приобрела думаю что я скоро буду делать веточку сирени он мне пригодится и приобрела из серии металлик глина которая называется графит она очень сильно напоминает графитовый стержень карандаша и у меня в голове есть одна идея как можно применить эту глину в моей флористике посмотрим что из этого выйдет вот такой набор отечественной глины я теперь имею я бесконечно счастлива ибо артефакт одна из самых лучших отечественных глин она ничем не уступает фимософт и из нее получаются очень качественные хорошие вещи кроме того я приобрела еще лак на водной основе полуматовый приобрела полуматовый лак поскольку глянцевый лак которым я пользуюсь он далеко не всегда удачно смотрится на конечных вещах зачастую совсем неуместно а полуматовый будет давать именно тот эффект который мне нужен впоследствии обязательно приобрету еще и матовый он достаточно жиденький поначалу светловатый такой но становится потом абсолютно прозрачным ну фима есть тима это качество но высшего уровня на мой взгляд а также для тонировки я приобрела акриловую матовую краску бюджет который я выделила на покупку не дал мне купить много краски сколько мне хотелось поэтому я взяла три наименования вот это наименование называется умбра это такой коричневато красноватый цвет он идеально подойдет и для тонировки и для заполнения каких-то прожилок ну и другие два цвета это черные чтобы затемнять цвета и темно-зеленый и вот такая вот партия у меня получилось вышла она на 10000 кстати хочу сказать что в сима лэнди заказ от 10000 поэтому если вы хотите что-то приобрести можно приобретать складчину и заказывать это удобно если вы живете в одном городе но если вы сами себе заказываете то имейте ввиду что 10000 минимальный заказ и где-то примерно 400 с лишним рублей не стала доставка до моего города доставляла и транспортом компании ну вот